Где-то вдалеке каркают вороны, ну а мы начинаем обзор зимы. Да-да, вы не ослышались, но в теории может быть такое, что на моём канале зайдёт человек, который никогда не видел зиму, например, да? Вот как Дед Мороз, который не видел лето из мультика, да? Начнём, пожалуй, с того, что травинок нет вообще. Вообще, их засыпало. Их засыпало, да? Травинок нет. На деревьях нет листьев, как правило. Да, кое-где висят, но они совершенно сухие, как тряпка уже какие-то такие вот. Вот. Листья, да? На кустах тоже нет листьев, ничего нигде нет, да? Вот кое-где есть там, кое-где, конечно, есть, но это всё фигня. Вот. Потому что смоделировался снег. Снег смоделировался. Это странно на самом деле, но он моделируется из воздуха, да? Из воды. Но на воду он не похож, потому что он белый такой. Вот снег. Сейчас мы его цапнем. Вот. Вот он такой белый весь. Может снежок снять пить. Если его в тепле подержать, он опять станет водой. Представляете? Вот. Такая вот хрень. Снег, то есть, смоделировался. Сейчас он не идёт, да? Не падает, то есть. Но обычно он моделируется в воздухе и падает, да? Вот. Падает просто из ниоткуда, да? Моделируется из воздуха, вот. И потом на землю падает и лежит там, вот. Как здесь тащим-то и происходит. Вот он нападал, а тут дофига, да? Вот. Вот вот зима, да? Чё ещё зимой нету, да? Про хрусты, про травинки я сказал, что их нету нифига. Или листочков нету. Но кое-что остаётся из летнего, видите? Какие-то травинки остаются из летнего. Вот с теменами, которые... Вот они остаются. Да, вот. Вот такие вот они. Они остаются, конечно. Ещё некоторые травинки, да, остаются. Но им похоже всё равно, они просто крепкие. То, что крепкое, то... То остаётся тащим-то. Но не всегда. Так, ещё чего можно сказать по поводу, да? Не все деревья, конечно же, становятся... Это сам, как его сказать, не зелёными, да? Есть хвойные, хвойные, они остаются со своими иголками, да? Но у них и так нет листьев, да? Они остаются со своими иголками, да, вот. Вот. Если мы посмотрим наверх, наверху по-прежнему есть небо, да? Небо не улетело, в общем-то, вот. Так что отличия с летом нет. Так, что ещё по отличиям, да? Видно дофига просто. Зимой, как правило, вся вода... Весь туман, он смоделировался в снег, да? От низкой температуры. Вся вода смоделировалась в снег, и поэтому видно очень далеко, да? И то, что нет листиков нигде, ничего не шевелится, да? Не качается. Вот. Поэтому видно далеко. Вот. В чём отличие-то? Кстати, на снег, если снегу идёшь, да? Остаётся такие вот следы, и представляешь, он проминается, да? То есть он такой пушистый, да? Он не просто как-то там упал, да, и завалился, да? Нет. Он такой пушистый, ты идёшь, и следы остаются. Представляете, какой кошмар, да? Ну, вот. А там опять тот район. Вот, короче, вот так вот. Ух ты. Шампур. Ну, шампур ничего не имеет отношения к зиме, да? Шампур, он любое время года шампур. Всех порыжу. Тк, тк, тк. Ну, его. Может, кому-нибудь приходится потом. Наверное, конечно, он доразовый. Вот, зима, короче, да? Чего бы ещё интересного рассказать вам? Вон, вон они к этим мы подходим. К ёлочкам. К ёлочкам, иголочкам. Чего бы ещё рассказать, да? По поводу зимы, да? В общем, снег, он идёт не всегда. Только в некоторые дни. Но при этом, когда идёт, он остаётся надолго. О, перчатки подарочные. Ненужные уже отсырели. И вообще рваные. Вот. Когда он идёт, идёт он не каждый день. Но когда идёт, он идёт, да? И остаётся надолго. Ещё что можно сказать по этому поводу, да? По поводу снега, да? Он также не только на земле остаётся, но и на деревьях, на любых поверхностях, да? Вот. А когда он тает, появляются такие сосульки, да? Но тут, наверное, не найти сосульку такая. То есть вода стекает и замерзает вода, то есть, да, иногда. Не всегда, иногда. Вот. Вот. Вот это вот вообще супер, да? Но в этом лесу мы это проявление зимы не найдём. Тащим-то. Ну и, конечно же, по поводу зимы. Это низкие температуры, само собой. Низкие, то есть, ниже нуля, да? По Цельсию. Если вообще знает, что это такое. Соответственно, зимой особо ты не походишь, как летом, да? У тебя не будет такой привилегии ходить, ходить как летом, гулять, да, везде. Нет. Тебе будет холодно, ты должен будешь, во-первых, тепло одеться, во-вторых, должен будешь всё прятать, да? Представляете, какой кошмар, да? Прятать все выступающие части тела и в критическом случае даже надеть ужасный, ужасный шарф. Ужасный шарф, намотать все на шею. Шарф, кто его никогда не видел, я объясню. Это такая, такая тряпка такая, да? Которая похожа на галстук офисного раба, но такая потолще чуть-чуть. А так очень похожа на галстук офисного раба, но потолще. Потолще, да, вот. Так вот, да. Вот, что ещё зимой? Ну, вороны никуда не улетели, каркают, каркают. Кстати, про птиц, да? Некоторые птицы, начиная с зимы, улетают, да? То есть, они ещё раньше, они не любят зиму, они улетают ещё раньше. Вот, представляете такое, да? Некоторые, особенно водоплавающие, поскольку вода замерзает, становится такой твёрдой, вообще жуткой, да? Твёрдой, твёрдой вообще водой становится, в ней уже не поплаваешь, а они улетают, да, от этого. Да им и холодно было бы здесь. Вот. Вот, вот так вот. Остаются одни какие-то вороны. И прилетают, кстати, другие виды птиц, но не помню точно, какие-то снегири прилетают, да? Им наоборот нравится. Нравится холод и рябину жрать. Какую-то там, не знаю, рябину, да, вроде. Неважно, даже чёрную и красную, они любые жрут. Вот, вот так вот по поводу зимы, да? Чё ещё тащим-то? Ладно, последок, можно сказать. Вот. Зимой люди некоторые начинают вести себя странно, то есть сидеть дома, никуда не выходить. Это неправильное поведение, и потом вам от этого грустно. Нет, надо именно гулять даже зимой, да? Иначе настроения у вас никогда не будет. Ничего у вас никогда не будет, да, только... Да не каркай ты, я знаю, ты там хейтерша, да? Но не каркай, да? Я не ожидал даже, что там лисус только ворон будет, если честно. Вот, но... Это тоже такой какой-то признак. Что-нибудь так громко каркают. Летом бы они, наверное, так не орали. Это тоже признак зимы. И так, то есть... Я возвращаюсь, да? Домой пойду. Вот он же дал, руки замерзли. Вот, представляете? Потому что все-таки зима, да, зима. Как смог ее описал, да? В основном зима проявляет снегом, холодами, ниже нуля церкви, да? Есть еще такое явление, как метель, да? Метель, то есть когда снег не вот так вот идет, как он обычно, сыпется свистем, просто сверху вниз, а слева вот так по этой ветром его задувает вот так. Вот, это называется метель. Метелью, снегопадами и иногда зимазными-то ледяными дождями. Вот. То есть когда идет дождь, да, и сразу застывает, да, на любых объектах. То есть все в сосульках тогда бывает. Вот. Вот, тащим там. Вот. Так что, господа, тушите свет. Господа, вот смотрите, видите, какая красивая тут дорожка, да? Вот суперски вообще все. Тушите, господа, свет. Комментируйте, как вам зима вообще. Вот. Нравится вам она или не нравится. На том, пока. Субтитры сделал DimaTorzok